Здравствуйте, друзья! Я Алексей Форсиков. Это программа «Актуальное интервью». Тема у нас сегодня медицинская. Что делать, если человек столкнулся с неизлечимым заболеванием, которое доставляет ему физическую и душевную боль и ухудшает качество его жизни? Поговорим о палеотивной помощи. Наш гость сегодня Сима Ашаковна-Казарян, главный внештатный специалист по палеотивной помощи Крайового Минздрава и заведующая Центром по организации такой палеотивной медпомощи взрослому населению. Добрый день! Здравствуйте! Ну, давайте вот по классике пойдем, как обычно. Начнем с того, что такое палеотивная помощь и кому она показана. Палеотивная помощь у нас является видом помощи очень многогранным, поэтому, если говорить о палеотивной медицинской помощи, то можно сказать, что это помощь пациентам, которые по своему заболеванию пришли к терминальной стадии и дальше из лечения пациента невозможно. Возможно только симптоматическая поддержка для качественной жизни, максимально для обеспечения максимально качественной жизни пациента. То есть из лечения не наступает, но поддержать состояние пациента, убирая тяжкие симптомы проявления данного заболевания, мы стараемся. О каких заболеваниях вообще речь идет в первую очередь? Мы понимаем, что онкологические, это точно. А что-то еще ведь есть? Ну, радует то, что уже нет тотального представления о том, что палеотивная помощь медицинская только относится к онкологическим пациентам. И здесь я хочу обратить внимание всех наших зрителей о том, что палеотивными могут быть пациенты, которые имеют и терапевтические заболевания, и неврологические заболевания. То есть это все нозологии, которые возможны, в которых наступает терминальная стадия заболевания, подлежащая симптоматической поддержке. Ну, о ментальных заболеваниях мы не говорим. Например, если постинсультный пациент, если мы понимаем, что он неизлечен, то есть стабильно неизлечимое состояние, данный пациент точно является палеотивным, мы понимаем. Есть также заболевания терапевтического направления, как хронический обструктивный бронхит легких, например, хроническая сердечная недостаточность, которая может в терминальной стадии привести пациента к палеотивному состоянию, когда он нуждается в палеотивной помощи. Поэтому спасибо, что на это обратили внимание, что это не только онкологические пациенты. Вы возглавляете Центр по оказанию палеотивной помощи. Как я понимаю, он был создан, недавно создан. Как такая идея возникла и для чего он нужен? Кого Вы объединяете с собой? Да, хочу сказать, что уже по опыту можно сделать вывод, что это было очень продуктивное и правильное решение. Не во всех регионах был организован Центр. Когда в 2014-2015 годах начиналось развитие палеотивной помощи в нашей стране, соответственно, в соответствии с федеральным законодательством данное развитие начиналось и у нас на территории Ставропольского края. И первый же приказ наш, краевой, который был издан в 2014 году, который провозглашал начало работы палеотивных кабинетов, стационарных отделений с 2015 года, как раз именно в этом приказе сразу и был создан организационный центр, который будет анализировать и методически направлять дальнейшее развитие палеотивной помощи на территории края. И до сих пор данный центр, как структурное подразделение краевого онкодиспансера, функционирует. И нас даже приглашали как образец, которому нужно подражать, в Москву для того, чтобы другие регионы, когда бывают большие мероприятия, послушали. Мы были, конечно, не единственные, но именно те регионы, где есть координационные вот такие центры, они рассказывали, как у них функционируют эти центры для того, чтобы другие регионы взяли это за образец, потому что считается, что это является правильной схемой и структурой организации палеотивной помощи в регионе. Хорошо. Вы знаете, что Ставрополь и тут в чем-то отличилось, как бы не первый, наверное, регион, но, как я понимаю, лучший, да? А сколько таких по стране центров, если вы знаете? Вы знаете, их не очень много. Я думаю, что до 10, до 10, то есть 7-10. От теории к практике. Какие виды помощи палеотивные существуют? Если говорить о палеотивной медицинской помощи, то, соответственно, как и любая медицинская помощь, есть стационарная форма лечения и амбулаторная форма лечения. Соответственно, амбулаторная форма лечения – это кабинеты палеотивной медицинской помощи, которые располагаются на территории нашего края в каждом муниципальном образовании, то есть при каждой поликлинике нашего края, есть кабинет палеотивной медицинской помощи. Это для тех пациентов, которые могут приходить самостоятельно на прием, либо родственники могут приходить к данному врачу для получения консультации по уходу и выписывания рецептов на препараты и так далее. Для тех пациентов, которые лежат дома, не в состоянии, но их же нужно наблюдать, существует другая форма амбулаторной палеотивной медицинской помощи – это выездные патронажные бригады, которые формируются при выездных патронажных отделениях палеотивной медицинской помощи. Их у нас на территории края 23 бригады. Они распределены таким образом, что крупные районы обслуживают мелкие районы. То есть все муниципальные образования, они у нас учтены для обслуживания, но не во всех имеются отдельно бригады, соответственно, там, где маленькое количество населения. В городе Ставрополь у нас два автомобиля, но три бригады. А в случае амбулаторной помощи в стационаре, там просто особое отделение создано, да, или на общих стационарах? В стационаре стационарная помощь оказывается тем палеотивным пациентам, которым невозможно обеспечить симптоматическую терапию в условиях домашних, как мы знаем, то есть в амбулаторных условиях. Просто все мы понимаем, что нахождение дома в домашних условиях для пациента и родственников является приоритетным вариантом пребывания. И когда там требуется, допустим, дезинтоксикационная терапия, либо обезболивающая терапия стала неэффективной в силу ухудшения состояния пациента и требуются стационарные меры реагирования, пациента госпитализируют в стационарное отделение. После того, как симптоматическая терапия, курс проходит, пациент возвращается в родные стены и продолжает наблюдаться выездной патронажной службой. Если вот совсем невозможно помочь, ну кроме, понятно, симптоматического лечения, снятия боли, как еще можно улучшить, попытаться качество жизни такого пациента, точнее не жизни, а скорее дожития? Хороший вопрос. В самом начале мы еще говорили о том, что палеотивная медицинская помощь – это часть палеотивной помощи. Хочу отметить, что наш федеральный приказ, которым мы руководствуемся, он является совместным с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. То есть это говорит о том, что все понимают, что здравоохранение и социальная защита должны работать рука об руку для помощи таких пациентов. Потому что эти пациенты зачастую требуют социальной поддержки, не зачастую, а можно сказать абсолютно все требуют социальной поддержки, и не всегда они могут самостоятельно себе это организовать. Поэтому здравоохранение передает информацию в социальную службу, и у таких пациентов есть право получать инвалидность в течение нескольких дней. И пользоваться социальными льготами. Да, то есть медорганизация направляет оформленную документацию как палеотивного пациента, и именно эта документация рассматривается в ближайшие дни, и пациент получает инвалидность в кратчайшие сроки для того, чтобы он мог незамедлительно получать социальную поддержку. Также психологическая помощь. У нас в выездной патронажной бригаде предусмотрен медицинский психолог, который также выезжает к пациентам и их родственникам. Потому что это очень большая тема, которая сейчас, слава богу, развивается, и мы видим, что она востребована, эти люди остаются сами собой, и порой им даже не нужно, знаете, как-то никакой такой психологической помощи, я не знаю, медицинского характера оказывать. Достаточно правильно построить разговор. Просто поговорить человеку. Совершенно верно. Потому что как родственники, так и пациенты, они проходят различные этапы до принятия реальности диагноза, и для того, чтобы найти какие-то силы и какой-то смысл качественно жить. Депрессия бывает у пациента, утомленности депрессия бывает у родственников, даже у самых любящих. Также мы понимаем, что есть этапы, когда сначала отрицание идет, потом агрессия идет, потом человек уже начинает думать, что я могу сделать, так называемый торг. И это, если говорить очень поверхностно, но очень востребованный момент, психологическая поддержка пациентов и их родственников. И у нас это очень актуально, очень востребовано. И уже давным-давно не соответствует действительности фраза, что не хотят психологической помощи. Очень даже люди хотят, нуждаются. И мы даже расширили ставку медицинского психолога, потому что не хватало количества посещений и желающих. Также у нас есть возможность, когда пациент просит посетить духовенство. Пациент просит. У нас это не включено в какую-то систему, в обязательные посещения, как врачей, например. Но бывает, что после разговоров у нас были такие ситуации, когда психолог посещает, какие-то беседы ведет. Положительная динамика есть, но человек приходит к тому, что у него какие-то переосмысления идут, и он просит, чтобы мы организовали, поскольку он сам не может, беседу со священнослужителями. Мы обращались несколько раз к епархии, нам никогда не отказывают. И мы даже решили, что, наверное, данную работу нужно как-то на уровень договора с Министерства здравоохранения вынести, то есть чтобы именно это направление было предусмотрено и какой-то алгоритм был прописан. Потому что пока что, слава богу, нам не отказывают и просто отвечают на наши обращения, организовывая данную работу. Но мы же не можем злоупотреблять, а потребность есть. Поэтому решили данное направление развивать. То есть вы не навязываете, а люди сами просят? Конечно. Мы реагируем только тогда, когда просят люди. И зачастую это происходит даже не сразу. То есть, может быть, ну, по крайней мере, сколько раз у нас было, это всегда было после разговоров, вот когда психолог несколько раз посещает, может быть, как-то направляет людей на более оптимистичные мысли и так далее. Они начинают интересоваться тем, что может мотивировать их находить смысл в этой жизни. Давайте от духовного к более миниверско-материальному. Вот если человек, допустим, у него рак в последних стадиях, и вот какие-то, кроме понятных лекарств, может быть, какие-то инвалидные коляски, может, какие-то кислот-генераторы можно получить. Как это работает? В ходе развития службы с 2019 года вышел приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который предусматривает предоставление пациентам медицинских изделий для использования на дому. Конечно же, это медизделия, которые, как мы уже говорим, обеспечивают качественное проживание пациента. Это функциональные кровати с электроприводом. Как мы понимаем, это помогает не только пациенту, но и родственникам, которые вынуждены и сами мучиться, и пациентам мучить, чтобы переместить и так далее. Есть системы подъема перемещения пациента, которые помогают поднять, переместить, посадить, либо просто переселить и так далее. Также мы предусматриваем всегда в наличии дыхательную аппаратуру, систему искусственной вентиляции легких, для того, чтобы, ну, с масками я имею в виду, аппарат и маски, для того, чтобы пациент не ждал, когда мы будем приобретать, то есть это приобретается не по индивидуальным запросам. Запаса нет у вас? Вот именно, что мы приобретаем, как раз-таки мы имеем запас, не по индивидуальным фамилиям пациентов, начинаем закупки, а наоборот, как только поступает фамилия, мы уже должны иметь на складе для того, чтобы выдать пациенту. И мы справляемся с этим. У нас есть всегда аппараты для дыхания. Ну, ортопедические подушки, которые, вот если остается, например, по результатам закупок какие-то небольшие экономии, мы закупаем те средства, которые есть в этом приказе, но они не являются прямо жизнеобеспечивающими незамедлительного реагирования. Ну, а понятные вещи для бытового характера, для совсем которые лежачие пациенты, я говорю, допустим, о подгузниках. Подгузники у нас есть возможность закупать. Мы, опять же, на какие-то суммы экономии закупаем для обеспечения пациентов в те моменты, когда, например, у них уже запасы исчерпаны, а по социальному направлению они еще не получили. И вот мы стараемся как бы перекрывать вот эти моменты. Поликлиника обращается, мы выдаем, но мы не являемся постоянно обеспечивающим звеном данными техническими средствами. Это социальная поддержка, да. И более того, в наших приказах рекомендуется не дублировать. То есть у нас есть же техническое обеспечение по линии социальной службы. И если пациент получает кресло-коляску, либо функциональную кровать по линии социальной службы, то, соответственно, по здравоохранению уже не заказывают. Надо понимать, что уход человека неизбежен. Понятно, что это досмотр и доведение до более-менее спокойного ухода человека. А потом как-то с родственниками, с близкими, того, кому оказывали помощь, как-то работать продолжаете? Например, может быть, психологи или еще кто-то? Да. В 345 приказе, о котором я вам говорила, который является совместным с Министерством труда и социальной защиты, четко указана приоритетность взаимодействия здравоохранения не только с социальной сферой, не только с социальной службой, но и, как я уже сказала, с епархией и с социально ориентированными некоммерческими организациями и волонтерами. У нас на территории края очень хорошо налажено данное взаимодействие. И помимо того, что наши врачи, амбулаторные службы, палеотивные врачи, врачи палеотивного кабинета, ведут такую работу с родственниками, в том числе, когда близится, скажем так, этот момент и после. Но у нас еще есть поддержка со стороны социально ориентированной некоммерческой организации, которая ведет именно школу для таких родственников, как в индивидуальном порядке, так и есть определенные дни, куда можно приходить для того, чтобы... Ну, тоже своего рода психологическая поддержка именно на этом этапе, как бы на этапе горевания. Я могу сказать, что это тоже довольно-таки востребованный момент, потому что особенно когда родители теряют детей, это бывает очень востребовано. Вы еще возглавляете проект Ставрополье «Территория заботы». Что за проект? Да, я не возглавляю. Это как раз тот ресурсный центр, социально ориентированная некоммерческая организация, которая на основании грантов правительства нашего края и президентских грантов, и на основании договора, который заключен в взаимодействии с Министерством здравоохранения Ставропольского края, участвует в паллиативной помощи именно в своей части, то есть психологическая поддержка. И также у них есть обученные специалисты, которые при наших выездах в стационарные отделения обучают сотрудников стационарных паллиативных отделений тоже правилом легкого перемещения пациента и демонстрируют средства, которые можно использовать для того, чтобы ни себе не навредить, ни пациентам. То есть мы нашли те грани, которые могут быть полезны в нашей паллиативной помощи. Хотела бы также отметить, что это же психологическая, даже не поддержка, это информирование наших медицинских сотрудников психологическим моментом общения с пациентами, потому что для этого тоже нужно понимание, что это не к тебе направленная агрессия лично, а понимать то, что происходит с пациентом или родственником в данный момент, потому что зачастую на кого выливается в первую очередь нежелание принять вердикт, нежелательный диагноз, нежелательные слова, конечно же, на медицинских сотрудников. В первую очередь это не признание того, что все, что возможно, сделано, да, а во-вторых, это просто эмоции, которые человеку просто нужно высказать. И для того, чтобы наши медицинские сотрудники не приходили быстро к состоянию выгорания, воспринимая эти эмоции именно в свой адрес, их нужно готовить к этому. Могу сказать, что эти беседы очень востребованы. Когда мы выезжаем с методической помощью, я как центр организационный, то есть я информирую именно организационные моменты, что мы должны, как мы должны и так далее. С нами выезжает также преподаватель курсов палеоативной медицинской помощи посттеплонных, Александр Владимирович Палихов, который рассказывает о противоболевой терапии, то есть именно практика кабинета. И также руководитель этой социально ориентированной некоммерческой организации, которая говорит именно с врачами о правильном поведении с родственниками и пациентами. Но в первую очередь для того, чтобы себя защитить и также не навредить и не обидеть, не оскорбить, не понимая даже того, неправильной формулировкой, неправильной интонации пациента либо родственника. Но хочу отметить, что медицинское сообщество наше сразу оживает, как только начинаются эти беседы, потому что это очень живые, актуальные вопросы для них, повседневные. И с большим интересом они разбирают различные ситуации. Даже у нас были востребованы специальные отдельные лекции и посещения, как в формате видео, так и приезжая на место и рассказывая врачам об этом. – Смотрите, вы выбрали некоммерческую организацию, видимо, речь о каких-то волонтерах идет. Кто такие, чем занимаются и много ли их у вас? – Да, некоммерческая организация как раз также сотрудничает с волонтерами. Но для того, чтобы широко привлекать волонтеров, немножко юридически, законодательно это чревато. То есть в палеоативной помощи все-таки мы не везде можем. Больше они могут замещать именно социальную поддержку, то есть где-то что-то принести, помочь. А именно медицинские манипуляции совершать они, конечно же, не имеют права. Но, например, есть у нас такая традиция. Мы на праздники при поддержке социально ориентированной некоммерческой организации посещаем пациентов, как лежачих дома, наша патронажная бригада посещает, так и в стационарах. И вот эти подарочки, иконочки, браслетики с иконками ручной работы, какие-то свечки интересные, красивые. Ну, вот такие презентики готовят наши медики-волонтеры, например. И они же могут участвовать в организационных каких-то моментах этих выездов и так далее. То есть там особого веселья вы не устраиваете, конечно, но как-то не их скашиваете. Конечно. Мы на 8 марта, например, приехали в отделение, маленькие цветочки подарили с такими натуральными, красивыми цветными свечками и открытками, которые писали, кстати, рисовали школьники. Это тоже собирали волонтеры наши медики. И я сама смотрела и умилялась. Ну, то есть это видно, что это сделано детскими руками, да. Там просто поздравляю с 8 марта, какое-то пожелание. И мы, ну, как бы подходили командой вместе со врачами стационара и дарили эти подарочки. Конечно же, всем было очень приятно. И так же мы делаем на Новый год. Она покупает маленькие елочки, которые ставятся на подоконник. Они украшаются. И такая веселая получается атмосфера. И какие-то маленькие презентики, ну, около кровати. Там уже кому что можно, конечно, это уже выбирается. Такая работа невозможна без какой-то, скажем так, работы методической. Вот есть такая краевая программа, которая поддерживает развитие паллиативной помощи. Как она работает? Какие стоят перед ней задачи? Да, конечно же, у нас есть краевая программа развития паллиативной медицинской помощи до 2025 года. Она недавно была актуализирована, поскольку на основании опыта возможна корректировка целей и задач. А бюджета? Соответственно, бюджета, конечно же, и это предусмотрено федеральным законодательством, что при создании структуры паллиативной медицинской помощи учитываются демографические, географические и экономические составляющие. Поэтому у каждого субъекта свои видения и своя схема организации паллиативной медицинской помощи. Мы это также актуализировали, и у нас получается, что перед нами стоит задача еще больше расширить стационарные койки, стационарные отделения. Мы ежегодно открываем стационарные отделения до того момента, когда мы достигнем целевого показателя. То есть, как рассчитывается по территориальной программе, на каждого жителя приходится определенное количество койко-дней. Мы в соответствии с количеством населения нашего края получаем, какое же должно быть у нас количество паллиативных коек. У нас должно быть 424 койки, соответственно, у нас уже 365, и на следующий год у нас тоже запланировано открытие коек. Более того, на следующий год мы планируем открыть специализированные койки для туберкулезных пациентов, которые также имеют место быть, как мы понимаем, и об этом говорится также в федеральном приказе, но до настоящего времени таких коек у нас на территории края не было. Туберкулезный диспансер сам как-то вел своих пациентов. Вот сейчас они открывают паллиативные койки для туберкулезных пациентов на следующий год. Ну и также, конечно же, продолжается обеспечение пациентов медицинскими изделиями. Это тоже ежегодное мероприятие, которое осуществляется при поддержке федеральных субсидий. И, соответственно, также федеральными субсидиями мы можем закупать автомобили для выездных патронажных бригад. И вот все эти наши планы, они расписаны до 2025 года, что мы будем делать. Приоритетом, конечно, являются большие города, где еще нет паллиативных коек, и там большое количество населения. Кстати, не могу не спросить, насчет денег хватает на программу? Да, потому что у нас идет совместное финансирование с федеральным бюджетом, то есть что-то мы используем для закупки, на что-то мы используем федеральные субсидии, что-то, ну, например, если открывается стационарное отделение. Оснащение стационарного отделения за счет федеральных субсидий. Но штатка, обеспечение зарплаты, закупка медикаментов, то есть функционирование этого отделения дальнейшее, это уже хлопоты края, и наш бюджет поддерживает. У нас 365 коек, это неплохо. У нас нет очередей на сегодняшний день, всегда пациентам есть куда направить их. Причем хочу отметить, что у нас на территории края абсолютно осознанно не издан приказ по маршрутизации пациентов, как это принято во всех направлениях, поскольку мы учитываем тот момент, что всегда родственники могут забирать пациента из одного муниципального образования в другое, и там он должен иметь возможность беспрепятственно госпитализироваться, если там есть койки. Также бывает, что ухаживает один родственник, на время забирает другой родственник, да, то есть все эти моменты именно человеческого аспекта мы учитываем, и у нас пациент может госпитализироваться в любое отделение на территории края, даже просто по своему желанию. А если человек, который нуждается в такой помощи, он живет здесь, а родственники где-то его там в другом регионе, можно ли его забрать к себе, и как это сделать? Если, допустим, в условном соседнем, да где угодно, нет, центроподобного вашему, как это будет, возможно ли такое сделать и ухаживать за ним там, давать ему лекарства и прочий уход? Знаете, это, наверное, если пациент не попадает в социальное учреждение, как правило, такие одинокие пациенты, они попадают в социальные учреждения, где за ними как раз осуществляется уход, да, если больше некому. Но если по каким-то параметрам, ну, например, есть диагнозы, которые не позволяют определять пациента в социальное учреждение, ну, самое обычное, это, например, онкологическое заболевание четвертой клинической группы. Это априори пациент уже не может получать поддержку в социальном учреждении. Соответственно, если этот пациент одинокий, то в идеале его нужно бы в хоспис. А если не одинокий, но родня в другом регионе? Да, мы же по факту понимаем, если даже они потом заберут, это еще лучше, но по факту на данный момент он один, некому помочь. Выездная патронажная служба и посещение социальных работников не компенсируют, да, допустим, ту помощь, которая нужна в полном объеме. Соответственно, мы предпринимаем меры, так сказать, в рабочем режиме. Поскольку в хоспис пациенты также должны попадать, когда прогноз длительности жизни не более трех месяцев примерно, а не так, что несколько лет проживает пациент. Но если другого варианта решения этой ситуации нет, то мы можем госпитализировать сначала в стационарное отделение пациента, оказать необходимую симптоматическую помощь именно медицинского характера. Затем у нас есть палиативные койки, на которые мы организационно принято решение направлять таких пациентов. Поскольку официально отдельного здания законодательством предусмотрено, что хоспис должен находиться отдельно. Это отдельное структурное подразделение, вплоть до того, что чуть ли не юридическое лицо. У нас такой медицинской организации нет, но мы в палиативном отделении, в самом большом палиативном отделении, которое располагается в Изобильнинском районе, при Изобильнинской районной больнице, там 40 палиативных коек, и они расположены таким образом, что разделены на два крыла, правая и левая. Недавно там как раз по программе модернизации сделан прекрасный ремонт и принято решение, что в одно крыло будут направлять пациентов, которые требуют именно хосписной поддержки, то есть уходовой поддержки. Они не требуют медикаментозного вмешательства, но они могут требовать противопролижневой обработки, либо просто уходовых каких-то манипуляций. И такие пациенты могут ехать вот в эту больницу. То есть мы, в принципе, стараемся, так сказать, направить пациента. Давайте еще про географию. Сколько таких учреждений вообще по краю? И медицинских, и социальных, и где они находятся? У нас на территории края при 23 медицинских организациях открытое стационарное отделение. Как я уже сказала, 365 коек. И если говорить о простой схеме, то, конечно же, каждое отделение предусмотрено, что обслуживает близлежащие районы, где нет таких коек. Но, как мы уже сказали, туда могут поступить все желающие к своему желанию. И я хотела бы отметить одно тоже очень большое достижение, которое нами было организовано в прошлом году, также при поддержке социально ориентированной некоммерческой организации правительства края. У нас есть сайт палеоативной медицинской помощи, краевой, куда могут наши граждане нашего края, жители нашего края набрать и всю информацию об организации палеоативной службы на территории нашего края там увидеть. В том числе так называемая карта палеоативной помощи края. И вот ваш вопрос по социальным организациям. То есть на этой карте разными цветными значками обозначены медицинские все организации, которые имеются на территории края, и социальные организации для того, чтобы пациенты и родственники могли сразу сориентироваться. То есть находясь даже в городе Ставрополь, мы наводим стрелочку и нам высвечивается адрес, телефон, электронная почта медицинской организации, где можно амбулаторную помощь получить, то есть написано прямо кабинет и стационар. И также социальные учреждения. Если там человек проживает в Ипатовском районе, допустим, он может поднести мышь и посмотреть, что есть поблизости, какие социальные учреждения. И также там на этом сайте есть активные телефоны горячей линии, куда можно сразу нажать и позвонить, даже просто для получения информации. Естественно, в том числе для обращения. Сразу же эта информация координаторами, которые отвечают на горячей линии, передается в центр по организации валятельной помощи, и мы начинаем отрабатывать эту ситуацию. То есть наши граждане моментально получают, можно сказать, после своего звонка обратный звонок. И таким образом мы стараемся, чтобы максимально оперативно работала служба, чтобы люди не были вынуждены искать ответы, хотя бы просто куда нам пойти, как нам это найти, хотя бы эти ответы, чтобы у них были быстро. Вот не знаю, как спросить о каких-то там итогах вашей работы, промежутных результатах, вот чего добились за время работы, ну не знаю, скольким людям помогли? Ну, если мы считаем, вы ежегодную информацию имеете в виду или с какого-то года? Да давайте ежегодную, за полугодие и за год. Да. Конечно же, мы ведем такой расчет, сколько мы обеспечиваем пациентов медицинскими изделиями, сколько пациентов обеспечено, сколько, в принципе, медицинских изделий мы использовали, да, выдали пациентам. И, конечно же, сколько у нас, например, находится пациентов на патронаже, сколько у нас вообще, в принципе, пациентов по территории края, потому что у нас ведется а также Краевым центром регистр паллиативных пациентов. Ежемесячно все наши медицинские организации передают туда информацию нам в центр, и мы сводим, понимаем, сколько это пациентов. Если говорить об общем количестве пациентов, которые у нас в настоящее время числятся в регистре, это около 7 тысяч человек. Это те пациенты, которые и амбулаторно, и стационарно получают помощь, и мы получаем информацию по территории края. То есть все койки точно у вас заняты стационарно? Койки у нас занимаются по мере необходимости, если говорить о стационарном лечении. Но не все пациенты сразу находятся в таких состояниях, что им быстро требуется именно стационарная поддержка. Очень многие долго идут амбулаторно, поэтому мы боремся для своевременной передачи, для хорошего, лучшего охвата пациентов, потому что мы же понимаем, что чем раньше нам передадут пациента, тем меньше мы получим тех пациентов, которые потом с декомпенсациями попадают в различные отделения различных больниц, в том числе паллиативные отделения, и уже в декомпенсированном состоянии. Мы получали первое время пациентов на выездную патронажную службу в жутких пролежневых состояниях, которые лежат дома, и в декомпенсированных состояниях. А ведь в идеале наша патронажная бригада должна проводить больше и профилактическую работу, чтобы не допустить образования пролежней, чтобы мы успели обучить родственников правилам ухода за пациентом, чем обрабатывать, как часто обрабатывать, как поворачивать, как за волосами ухаживать, за ногтями правильно. Мы оставляем информационные буклеты родственникам и демонстрируем. У нас есть укладка у выездной патронажной службы в бригаде нашей для оказания симптоматической поддержки пациенту у постели. То есть это не неотложные состояния, а, знаете, симптоматические, например, тошнота, рвота, какие-то другие ситуации, когда требуется, даже просто слабительное, да, там, дать человеку, например. И мы столкнулись с тем, что большая часть пациентов, даже при заботливых родственниках, просто в силу незнания правил, у них уже были пролежни. И у нас прямо борьба с пролежнями заняла первое место. Там, видите, выездная патронажная служба работает с 2022 года со второго полугодия. То есть мы работаем чуть больше года, около 2 года, да, будет скоро, получается. Да. И вот пока мы набрали наших пациентов, начали выезжать и начали понимать, что пролежни, пролежни, пролежни информирование. И, конечно же, понимаем, что всем говорим, что нам нужно передавать пациентов не тогда, когда ему оставалось. Зачастую, знаете, в начале работы не успели нам передать пациента, он уходит. То есть передают уже тогда, когда вот такие были представления. Но сейчас... Как-то странно, да? Куда типа... Хочется отметить, что сейчас с поликлиниками нашего города налажено очень хорошее взаимодействие. То есть работают оперативно, передают пациента, наша бригада, если написала заключение по результатам выезда, что, например, требуется посещение хирурга, либо требуется повторное взятие общего анализа крови, либо что-то требуется дополнительное по результатам нашего посещения. Мы передаем по ВИП-связи, естественно, по ВИП-нету, значит, эту информацию в поликлинику. Реагируют моментально. И уже прямо телефонная связь такая, взаимодействие хорошее. Мы уже практически с ними как единая команда. Для каждой поликлиники мы команда. И благодаря этому мы улучшаем охват палеотивных пациентов и своевременность взятия их на патронаж. Надеюсь, что эта работа будет улучшаться. Смотрите, вы говорили о волонтерах. А может быть, меценаты какие-то попадают у нас на Ставрополье, которые вам помогают? Например, у нас была сложная ситуация, когда, опять же, мы делаем выводы и предпринимаем соответствующие меры, чтобы в дальнейшем не допустить. И нами это было сделано. Но была такая ситуация, когда первый раз с 2015-2019 года ребенок, который стал совершеннолетним и нуждался в медицинских изделиях, но у него размеры были детские. У нас во взрослой службе имелись только взрослые размеры трахеостомы. Мне нужно было срочно этого ребенка обеспечить трахеостомой. У нас не было этой возможности. Я обратилась к социально ориентированной некоммерческой организации, и она помогла. Мы вместе искали, потому что с учетом санкций было очень трудно найти именно те, которые были закуплены, которые нужны этому ребенку. Но какое-то время, конечно, прошло, жалобы мы все равно получили, но главное, что мы нашли, купили, предоставили. Не по правилам госзакупок длительное время, ожидая финансирования, а именно вот сейчас нужно, вот возникла такая ситуация, помогла. Социально ориентированная некоммерческая организация. Не пришлось к другим людям обращаться. На какой запрос вы точно скажете, нет, не можем, нет, не имеем права, нет? Вы знаете, если, например, в 348 приказе, да, нашем федеральном, в перечне медицинских изделий, которыми мы должны обеспечивать пациентов, в медизделии есть, то, в принципе, и оно не экстренное. Экстренное мы всегда имеем в запасе, да, то есть дыхательная аппаратура у нас есть. Ну, например, вот у меня были запросы ортопедические подушки, либо там кресла, коляски. Они не имеют там жизнеобеспечивающего такого прям, да, если пациент будет без этой подушки, это не жизнеугрожающее состояние, но это состояние, улучшающее, ну, то есть подушка все равно улучшает качество жизни. Конечно же, я могу предусмотреть и купить. Но если мне, например, тоже была ситуация, говорят, я хочу вертикализатор, тоже родственник. А что это? Вертикализатор – это медицинское изделие, которое имеется в стационарных отделениях и больше используется в реабилитационных центрах. Это система, которая поворачивает пациента, то пациент в лежачем положении, то можно повернуть. То есть это полезно для кровообращения пациента. Ну, кушеточка такая, я бы больше сказала. Это полезно для пациента, но это требует медицинского наблюдения. То есть мы не можем просто так повернуть дома, она захотела, повернула вниз головой. Упадет, да? Нет, ну это даже для кровообращения, да, понимаете, у кого какие сосуды, у кого-то можно вниз головой, кого-то можно поднять, резко опустить. Как она это будет делать дома? Я думаю, что это медицинское изделие, которое требует медицинского сопровождения. Но она, вплоть до различных приемов, вот дайте вертикализатор, мне вот где-то как-то на какой-то консультации сказали, что нам бы не помешало, я хочу. Ну, как вот, как мы можем сказать, да, если у меня даже в перечне этого вертикализатора нет, который мы можем... То есть я правильно понимаю, что перед тем, как вам обращаться, сначала нужно понять, что вы можете, а уже потом что-то просить. Да, но я хочу здесь обратить внимание, что к нам ведь обращаются не сами пациенты или родственники. Здесь налажена такая схема, что медицинская организация, которая наблюдает пациента, она сама комиссионно устанавливает, принимает решение, что данный пациент нуждается в каком-то медицинском изделии, да, и направляет в Минздрав заявку, чтобы Минздрав поручил центру обеспечить этого пациента медицинским изделием. И тогда мы через Министерство имущественных отношений передаем на баланс этой медицинской организации требующиеся медицинские изделия, и медицинская организация обеспечивает своего пациента этим медицинским изделием. Но бывают ситуации, когда и медорганизация, и сами пациенты, родственники, они уже начинают выходить на нас с требованиями. И вот тогда происходят те ситуации, о которых вы сказали. Финальный вопрос. Планы до конца года. Что сделаете? У нас, в принципе, до конца года, что запланировано было, уже все произошло. И мы уже получаем медицинские изделия для дальнейшей раздачи, которые были запланированы на этот год. У нас взрослых отделений в этом году, к сожалению, не было запланировано. В этом году у нас детская служба расширялась больше. И мы закупили достаточное количество медицинских изделий. И выездная патронажная служба также продолжает в тех же объемах работать и расширять свои объемы. В принципе, наши задачи будут выполнены именно на этот год. Спасибо вам большое за такой подробный обстоятельный разговор. Все я узнал, что хотел. Думаю, зрителям тоже все это будет понятно. Что нужно делать, если такой случай наступит, если нужно будет какую-то помощь от вас получить. Это было актуальное интервью. Я Алексей Форсиков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин